Всю жизнь посвятил лесу. Сначала был инженером лесного хозяйства, а позже стал директором Белимбаевского лесничества. За отличную работу Александра Никитина даже наградили орденом Ленина, что по тем временам считалось большим достижением. Но самое главное – это его искреннее желание и стремление сделать город более красивым и здоровым. И он завещал, и он просил, и он и сам имел такие задумки посадить где-нибудь небольшую рощицу. Именно дубков. Дуб чересчатый, значит, он выращен нами собственными руками, значит, при помощи профессора Ивля Василия Алексеевича Сельхозакадемии, который именно он собрал эти желуди, семена, по договоренности с нами, значит, он выросли у себя на дачном поселке, на дачном участке и привез нам двухлетки. Около пяти лет в Первоуральском лесничестве за дубками ухаживали, готовили к высадке. Как говорят лесники, сейчас саженцы находятся в спокойном состоянии, а к весне им понадобится много сил, и тогда они смогут адаптироваться и прижиться. Им возраст где-то 7-8 лет, выкопали аккуратненько с экскалатором, чтобы не повредить корневостям, так как у него глубокая корневостям. И вот решили посадить, и они дубы хорошие, корневостям нормальные, они приживутся очень замечательно, хорошо. И в дальнейшем, если, конечно, жители города не повредят, не сломают. У нас бегают, ведь вокруг саженцы, известно, хватает, ломает пополам. Дуб – это долгожитель среди деревьев, живет до 500 лет. Хочется верить, что многие поколения Первоуральцев будут прогуливаться по аллее имени Александра Никитина. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.